Освободительная война В Финляндии началась вторая жизнь Маннергейма, приведшая его к мировой известности и славе. В своих мемуарах он много раз повторяет о своей приверженности законности и правопорядку, а также о своем стремлении к единству финского народа. В отличие от подавляющего большинства политиков и государственных деятелей, для него это были не пустые слова. Именно неуклонное следование этим своим принципам превратило его из генерала в знаменитого государственного деятеля. После февральских событий 1917 года финский сенат провозгласил независимость Финляндии. Это не устроило временное правительство, которое вело в Хельсинки войска. 18 декабря 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление о признании независимости Финляндии. Ленин с легкостью раздавал по частям империю. Главное – удержать власть, а мировая революция все вернет. Троцкий выразил способ раздуть пламя мировой революции конкретно и цинично – сжечь Россию в топке мировой революции. Маннергейм возвратился на родину, состояние которой карикатурно напоминало октябрьские события в Петрограде. Беспомощное правительство, сенат, где тон задавали социал-демократы, бесконечно грызущиеся с прогерманской партией. Безработица, забастовки, нехватка продовольствия, зерно из России больше не поступало. Карлу Густаву 50 лет. Он полон сил, энергии, желания служить Родине. Но перспектив не видно. Маннергейм вошел в состав военного комитета, который нелегально готовил план спасения страны, а затем возглавил его. И здесь разочарование, совещание, нерешительность, непонимание обстановки. Дальновидный Маннергейм встречается с премьер-министром Свинхувудом, согласовывает действия по наведению порядка, негласно получает назначение главнокомандующим вооруженными силами. 17 января в Хельсинки прибывает бывший полковник Михаил Свечников, назначенный под войским главнокомандующим русскими войсками. На совещании военного совета Маннергейма просит изложить программу действий. Он краток, сегодня же вечером садиться в поезд и уезжать. В ночь на 18 января Маннергейм и члены военного совета уезжают поездом в город Ваасу, где создается ставка главного командования. Страна погружалась в хаос, весь юг страны был охвачен беспорядками и террором. На севере, среди сельских собственников, красная пропаганда не действовала. Было организовано множество отрядов самообороны. Маннергейма всегда отличала способность определять дельных людей и устанавливать с ними хорошие личные отношения. Будь то члены царской семьи, его начальники или подчиненные, были люди, с которыми у него устанавливались многолетние отношения, взаимного уважения и приязни. Здесь такие отношения у Маннергейма сложились с крестьянским вожаком, бывшим унтер-офицером, матью Лаурилой. Это укрепило авторитет Маннергейма и доверие местного населения. События начали развиваться с замечательной быстротой. Прежде всего, в результате внезапной ночной операции 27 января отряды самообороны разоружили русские гарнизоны, захватили оружие и боеприпасы. Русским солдатам предлагалось либо вступать в ряды финской армии, либо отправляться домой в Россию. Отдай Маннергейм приказ о разоружении на день позже, успеха вряд ли удалось бы достигнуть. 28 января произошел государственный переворот. Было создано революционное правительство, союз народных уполномоченных, призвавшее народ Финляндии вступить на путь социалистического строительства. Русские советы и Центробалт приветствовали такое воззвание. Начали оказывать поддержку союзу оружием и добровольцами. Однако, главнокомандующий Маннергейм действовал от имени законного правительства, объявив красных бунтовщиками. Дальнейшие его действия поражают тем, насколько они отличались от того, на что способен обычный генерал, корпусный командир и чего не хватало лидерам белого движения в России. Точное прогнозирование ситуации, своевременное принятие мер по организации вооруженных сил и расстановке кадров, стратегия военных действий. Наряду с тактическим мастерством, понимание международной обстановки, дальновидные политические цели и умение взаимодействовать с различными политическими силами. Все это качество настоящего государственного деятеля, наделенного к тому же полководческим талантом. Очень мудро Маннергейм поступил с двумя тысячами финнов, добровольно прошедших обучение в германской армии и имевших боевой опыт. Вместо того, чтобы сформировать из них отдельную часть, как они предлагали, он распределил их по отрядам в качестве офицеров. Таким образом он и офицерский корпус создал и предотвратил появление политической силы из ультранационалистов. 27 февраля Маннергейм отдал приказ о наступлении. При этом он категорически возразил против обращения к Германии с просьбой оказать военную помощь. Он считал, что справится самостоятельно, а страна не попадет в политическую зависимость от более сильного союзника. 15 марта началось главное сражение освободительной войны, битва за город Тампере. 6 апреля наступил перелом, основные силы красных были разбиты, Тампере захвачен. Одновременно Маннергейм приказал перерезать железную дорогу из Петрограда, закрыть границу на Карельском перешейке. Выборг оказался отрезанным от России. 3 апреля на полуострове Ханка высадилась немецкая дивизия численностью около 7 тысяч человек. Лидеры красных бежали, бросив Красную гвардию, а 12 апреля немцы вошли в Гельсингфорс. Командующий Балтийским флотом Алексей Михайлович частный уводит флот из Гельсингфорса в Кронштадт. Знаменитый ледовый переход, 6 линкоров, 4 крейсера, 24 эсминца и другие корабли ушли в Советскую Россию. Благодарные большевики расстреляли Счастного. 26 апреля пал Выборг, а 16 мая в Гельсингфорсе состоялся парад победы. Маннергейм, генерал от кавалерии, чин ему 7 марта присвоен Сенатом, верхом возглавил парадный марш. Выправка и посадка в седле профессионального кавалериста делало это зрелище великолепным. Он был героем нации, освободителем страны. 30 мая, на заседании Сената, Маннергейм узнал о безумных планах политиков сделать Финляндию королевством, пригласив германского принца Гессенского, Шурина Кайзера Вильгельма, на престол. Армию решили организовать по германскому образцу. Немецкий офицер будет состоять при верховном главнокомандующем. Маннергейм лишь коротко бросил честь «имею» и удалился. Не нашлось никого, кто бы сказал доброе слово или поднялся подать руку. Швидскоязычный генерал русской армии мешал этим идиотам от политики проводить прогерманскую ориентацию. Их политика чудом не привела к поражению. Для противостояния союзной с немцами Финляндии, в Мурманске был высажен английский десант. Имели место его совместные с большевиками действия против финнов. Подав в отставку, которую в тот же день приняли, Маннергейм покинул страну 31 мая 1918 года. Субтитры создавал DimaTorzok